МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИП-ДТП. Сколько стоит молчание свидетелей? Азбил говорят, что о мельцинке. Говорят, что день. И у их, а потом водитель опять сам. Завод раздора. Одесский припортовый. Борьба за контроль над этим гигантом химпрома продолжается уже много лет. Сказать в Украине, что там на самом деле происходит. То есть эти фамилии будут? Конечно. Мы узнали, кто хочет прибрать к рукам одесский припортовый. Я подозреваю, что справа таки Мазепин. И кто автор скандального видео? Было очень мало времени на подготовку. Кому должен, всем прощаю. Кто скупает крымские кредиты? Возвращать к каким-то российским организациям. Российским коллекторам я вообще не знаю, как это... Спустя полтора года жители полуострова снова должны 16 миллиардов. Все тайное станет явным в прямом эфире. Прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. От последних дней декабря мы с вами, ну согласитесь, ожидали множество решений. И что Конституцию изменят, и что налоговую реформу проведут. Ну, вплоть до того, что или отдельных министров, или даже все правительство сменят. Но, похоже, новогоднее настроение победило реформаторские порывы. И депутаты решили разъехаться на каникулы, отложив дела на январь. И, пожалуй, единственное, что успели, это бюджет утвердить. Что бюджет изменит в нашей с вами жизни. Очень детально поговорим сегодня. Поговорим с политиками. Ну, а начнем, начнем с того, что происходит здесь и сейчас. Ну, вот просто на наших глазах. Все эти дни в Украине стояла аномально теплая для предновогодних дней погода. И сейчас объявлено штормовое предупреждение. Мол, погода сменится, сменится резко, начнется похолодание и снег. А вот Европа уже страдает от стихии. В той же Британии страшное наводнение. Принято даже решение об эвакуации. И Оксана Кундеренко следит за происходящим из пока что благополучного Лондона. Она сейчас с нами на связи, у нее все и узнаем. Коллега, что у вас там происходит? Затапливает север Англии, а вот тревога добралась уже теперь и до столицы. Премьер Кэмерон собрал в Лондоне экстренное заседание правительства и комитета по чрезвычайным делам Кобра. Ведь таких наводнений страна не знала уже десятки лет. Залило крупные города. Это Манчестер, Йорк, Лидс и все их окрестности. С воздуха масштаб стихии можно увидеть и оценить в полной мере. И выглядит это, конечно, ужасающе. По последним данным, жертв пока нет. А вот животные погибли сотнями. Спасателям пришлось потрудиться, потому что вытаскивать людей доводилось из затопленных автомобилей, когда вода уже чуть ли не через крыши переливалась. О разрушенных домах, зданиях говорить не приходится. Всего эвакуировали уже 400 человек под угрозой 4000. И этих людей власти просят по возможности покинуть опасные районы и переждать наводнение у родственников или знакомых. Вообще-то, ливни и высокий уровень воды в Британии на зимние праздники – это не редкость. Но в этот раз потопы действительно небывалые, беспрецедентные, разрушены коммуникации. Десятки населенных пунктов остались без электричества. Улицы превратились в реки и передвигаться на них иногда можно только на лодках. Хотя вот синоптики радуют и говорят, мол, таких осадков уже не будет. Все дожди позади. И на севере Англии, в Уэльсе и Шотландии постепенно прекратятся дожди, а вода в реках спадет. Ну что ж, будем на это надеяться. Дима. Спасибо, коллега. Но мы тоже будем надеяться, что хотя бы к праздникам все нормализуется. Ну и вы тоже там будьте, пожалуйста, осторожнее. Ну и давайте далее все-таки к главной теме, к политике вернемся. Главное событие этой недели – принят бюджет. Сама главная смета страны – это огромная пачка бумаг, 700 листов. Но депутатам раздавали сокращенный вариант. Что там записано, понять нужно. Понять нужно было всего за час. Документ противоречивый. Депутаты уже прозвали его бюджетом песни. Потому что в условиях войны и жестких урезаний всем, кому возможно, ну, только задумайтесь, миллион долларов правительство предлагало выделить на песенный фестиваль. Мол, в 2016-м страна пусть не только пояса затянет, но еще и поет при этом. Цифр масса, масса и вопросов. Ну, вот, к примеру, доллар в государственном бюджете заложили по 24 гривны, хотя он в обменниках уже сейчас по 25, а дальше что будет? Ну, и давайте языком сухих цифр разберемся, что же все-таки, как разделили все-таки бюджетный пирог. Итак, в казне запланировано почти 600 миллиардов потратить. Хотят на 100 миллиардов больше потратить, ну, помимо того, что запланировано. Самый большой кусок пирога, четвертая часть, достался Министерству социальной политики. Это чтобы залатать дыры пенсионного фонда, да, на субсидии хватило. Немного меньше, шестая часть пирога на то, чтобы раздать государственные долги. Как и в прошлый раз, рекордные суммы получит Министерство обороны, Министерство внутренних дел, ну, и совсем маленькие кусочки, вот смотрите, достанутся на образование и здравоохранение. Что за бюджет приняла Рада, поговорим с Игорем Каноненко, первым замом главы президентской фракции в парламенте. Вечер добрый. Скажите, а как вы сами оцениваете принятый документ? Бюджет, который проголосовали мы в парламенте, это, на мой взгляд, максимально возможный компромисс между позициями, отраженными в меморандуме с Международным валютным фондом и теми той необходимой социальной защитой населения, которая также отражена в бюджете. В частности, это 35 миллиардов гривен, которые заложены в бюджете на разницу в тарифах, которая пойдет в качестве компенсации на менее обеспеченным слоям населения в следующем году. Также в этом бюджете заложен компромисс с аграрным сектором экономики, это так называемое расщепление, когда аграрии частично будут получать льготу по НДС, а частично будут НДС уплачивать бюджет, плюс при этом получат возможность при экспорте своей продукции получать возмещение НДС. Также в бюджете мы имеем 100 миллиардов гривен, заложенных на оборону, достаточные средства на национальную гвардию, на национальную полицию. То есть я бы сказал бы, что это все-таки этот бюджет, по сравнению с бюджетом этого года, это шаг вперед и все-таки это бюджет развития. Ну подождите, ведь многие депутаты уже сейчас говорят, что в этот бюджет все равно придется правки вносить. Вот это действительно так? Безусловно, он будет корректироваться и не один раз, но это нормальная практика. Первая корреляция произойдет после того, как правительство презентует этот бюджет Международному валютному фонду и, возможно, исходя из консультаций Международного фонда, будет какая-то корреляция бюджета. Мы знаем, что мы находимся в программе финансирования Международного валютного фонда и в первом квартале следующего года планируется очередной транш Международного валютного фонда. И для того, чтобы его получить, мы должны быть в диалоге с фондом. И, скажем, еще раз говорю, возможная корреляция – это те рекомендации, которые поступят от Международного валютного фонда. Игорь, вы побудьте с нами на связи, пожалуйста. Я хочу на сюжет прерваться, просто зрителям объяснить, что если какие-то коррективы и будут, то уже в следующем году, как среди ночи принимали этот бюджет, давайте вспомним. Это видела наш парламентский корреспондент Екатерина Лысенко. В эту ночь они уснули не в креслах бизнес-класса, а просто в узких парламентских рядах. Кто-то уже и авиабилеты в отпуск купил, но из Рады не уйти. В бюджетах нет. Депутаты дремлют, пытаются взбодриться Кока-Колой, раз уж коньяк в парламентском буфете продавать пристали. Кто-то сонно слоняется по залу. Смиту страны мы обещали принести к полуночи, но уже и час, и два, и три, а за цифры так и не взялись. К тому, что заступят на бюджетные сутки, депутаты, в принципе, были готовы. Сегодня у нас есть надзвучайно ответственный день. А, возможно, и надзвучайно ответственный день. Первым делом продлили свой рабочий день, а потом ушли на бесконечные консультации. Будем работать. Это может быть в ночи, это может быть завтра. Там очень много правок. Там, поверьте, еще больше, чем в этих изменениях до податковой реформы. Но до самой реформы руки не дошли. Просто не рискнули за один день так кардинально менять правила игры. Так что к 7 вечера проголосовали лишь косметические налоговые правки. Это дало возможность перекроить бюджет. И Кабмин, как плохо выполненное домашнее задание, ушел его переписывать. А депутаты домой переодеваться. Поздний вечер. Непривычно оживленные улицы. К Раде съезжаются политики. Зал снова начал заполняться. К полуночь их фронтоватые нардепы превращаются в простых людей. Забывших о макияже и сменивших дорогие костюмы на джинсы, а строгие платья на свитера. Пошли вторые сутки. Даже система Рада не выдержала нагрузки. Начинает сбоить. Уже и за полуночь, а цифр все так же нет. Чтобы депутаты не разошлись, их решили занять различными законопроектами. На голосование ставили, что могли. Только после 12-ти собрался на заседание бюджетный комитет. И как мухи на мед налетели просители. Кто на школу в своем округе денег хочет, кто для медиков, кто на дороге. Были надзвичайно жесткие дебаты. И уже по 4 спикеры подряд. Каждый хотел что-то свое сказать и понимает, что может не выстрелиться с часу. Плюс нам подаются сигналы, что тут зал расходится, что втримать зал уже неможливо. К трюм ночи наконец приступили к бюджету. Премьер с министрами – полусонные нардепы. Уставшая министр финансов, которая уже с трудом выговаривает сложные цифры. Проект государственного бюджета Украины на 2016 год опрацованный с урахованием принятий змей до податкового кодекса. А что стало с этого года? Почему мы снова голосуем о четвертий ранку? Что нам заважает провести нормальное обговорение? В прошлом году мы обещали не принимать бюджет о пятом ранку. Мы выполнили свою обещанку. Мы принимаем бюджет о пятом четвертий. Бюджет нужно принимать, без него не будет денег МВФ. Это главный аргумент премьера. Сам документ – 700 страниц, но в зале его не видят. На обсуждение – час. Цифры ловят на слух, походу вылавливая не совсем понятные отраты. Какое питание проведения всеукраинского фестиваля патриотической песни «Будь вольным»? 24 миллиона гривен или миллион долларов. Мы, народные депутаты, готовы принимать участь в кастинге на этот фестиваль. И спевать сами, честно говоря, за эти деньги мы готовы провести группу ЮТУ, або Редхо Чили Пепперс. Я категорично поддерживаю вашу позицию, что спевать можно и без денег. Время нажимать на кнопки, но голоса, мол, мы такое не поддержим, звучат и из оппозиции, и из коалиции. Наша фракция считает, что этот бюджет не соответствует интересам общества. Голосовать за него мы не будем. 263 бюджет ухвалено, коллеги. Четыре часа утра. За окном глубокая ночь. С трудом, но бюджет проголосован. Теперь уже ничто не способно удержать уставших депутатов на рабочих местах. И слуги народа рванули гардеробу. А те немногие, кто пришел на работу в пятницу, признаются, за что среди ночи голосовали, так и осталось загадкой. Я бы этот бюджет назвал бюджетом песни. Мы не можем голосовать за 25 миллионов на післяный фестиваль. Бюджетный комитет его ослитель Динь season, вот так, знаете, там, шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш. Фаховая дискуссия не будет была. Его вчера лишь приняли, а сегодня уже критиковали. Это же демократские, все мают право критиковать. В нас був вечерин, ніч лицем pipes миллит. Реальный текст бюджета получило несколько десятков народных депутатов. Я думаю, что несколько из них умели прочитать их до конца. На самом деле ключевые вещи вчера никто не сказал. Принятое обещают исправить. Госбюджет ждут новые правки. Но это уже в новом году. Ведь проведя католическое Рождество под куполом, депутаты хотя бы бой курантов решили послушать не в зале, сбежав от бюджетных проблем подальше в отпуск. Екатерина Лысенко, Иван Нашкинтер, Максим Чеблин. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну вот так выглядит государственный бюджет. По крайней мере тот проект, который принесли депутатам, роздали в руки. Мы его прямо из сессионного зала получили. Дело в том, что страниц здесь не 700. Это выжимки, которые раздавали народным депутатам. Цифр очень много. И вот даже мы за несколько дней, которые прошли с момента, когда бюджет приняли, разобраться не смогли. Ну что уж говорить о народных избранниках, которым всего час дали. Что же все-таки происходит с бюджетом? Как его будут корректировать? Давайте узнаем прямо сейчас. Вернемся к разговору с Игорем Каноненко, первым замом главы президентской фракции в парламенте. Спасибо, что с нами. Скажите, ну вот мы сейчас видели сюжет, видели, что многие голосовали практически вслепую. Почему в этом году те же ошибки, что и в прошлом? Почему правительство не подготовило документ заранее, как положено? Ну мы все-таки прогрессируем. В прошлом году бюджет был принят 29-го, в этом году на 4 дня раньше, 25-го числа. И по времени в прошлом году было это 5 утра, в этом году это было на час раньше, в районе 4-х. Плюс я не соглашусь с вами, что бюджет принимался вслепую. Презентация бюджета была проведена неделю назад, в прошлый четверг. И у депутатов была возможность ознакомиться с бюджетом. Плюс неделю шел интенсивный диалог с правительством. Работала рабочая группа в составе депутатов, представителей правительства, министерства финансов. И вносились компромиссные изменения в бюджет. И в процессе голосования у депутатов был розданный вариант, утвержденный кабинетом министров. Единственное, что те поправки, которые были сделаны на бюджетном комитете, они действительно озвучивались с голоса. Но это было незначительное количество поправок. И их можно было воспринять и оценить депутатам с голоса, для того, чтобы определить свою позицию при голосовании. Спасибо большое. Последний, самый короткий вопрос. Ваш прогноз. А какие основные решения будут рассматриваться в Верховной Раде уже в январе? Вот хотя бы пять решений можете назвать, которые депутаты должны будут принять сразу после того, как вернуться с новогодних каникул? Ключевое, безусловно, это изменение Конституции в части децентрализации. Нам необходимо искать 300 голосов, чтобы проголосовать эти изменения, чтобы Конституция и такой важнейший раздел, как децентрализация, вступила в действие. Это ключевой вопрос и ключевая дискуссия, которую будут обсуждать депутаты в январе следующего года. Далее у нас есть незаполненные вакансии в Кабинете Министров, плюс анонсированные возможные и другие более глубокие изменения в составе Кабинета Министров. У нас на повестке дня голосование 12 новых членов Центральной избирательной комиссии, также большое количество законопроектов согласно коалиционного соглашения, которые ждут своего рассмотрения в парламенте как в первом, так и во втором чтении. Поэтому у нас достаточно много работы как в январе, так и последующие 3-4 месяца до лета следующего года. Спасибо за разговор с Игорем Каноненко, одним из лидеров фракции, которая дала голоса за этот бюджет. Мы говорили о большой политике, ну а в этом часу ждем еще Юлию Тимошенко на связь, вызовем для того, чтобы узнать, а почему депутаты и в том числе Батькивщина не голосовали за этот бюджет. Ну и еще одна тема оказалась настолько громкой, что может конкурировать с дискуссией о бюджете. Коррупция. Глава антикоррупционного бюро Артем Сытник пообещал, что уже в январе будут задержания на горячем. И сказал, его детективы уже нарыли многое. Несколько крупных производств ведут, в том числе и по одесскому припортовому заводу. По этому делу будут допрашивать даже Михаила Саакашвили. Ну понятно, что завод этот лакомый кусочек, то немногое из суперценных активов, что еще осталось у государства. Но даже его цена миллиард долларов не объясняет, а почему вокруг него такие страсти. И спецназ туда недавно вводили, и двери выламывали, и обыски были. И знаменитый стакан Авакова, которым министр, помните, швырялся, тоже был по поводу припортового завода. И видео, которое распространило МВД, на котором якобы Михаил Саакашвили с российским олигархом разговаривает, тоже было связано с заводом. Ну что ж это за объект такой скандальный? Выяснял наш спецкор Роман Бочкала. БПП так говорите? Что значит? Этим не сказали. БПП так со мной еще никто не разговаривает. Всю неделю страна обсуждала конфликт имени стакана воды. И все забыли о главном. Только у меня вопрос. Вы своими действиями, господин Саакашвили, препятствуете приватизации ОСУПЗ или нет? За яркими фразами и эпатажем стоял одесский припортовый. Эти трубы дымят постоянно. Одесский припортовый один из крупнейших в Украине. Производители аммиака, карбамида, жидкого азота. Борьба за контроль над этим гигантом химпрома продолжается уже много лет. Одесский припортовый – это 262 гектара территории и почти 4000 сотрудников. Завод – монополист по приему, охлаждению и перегрузке аммиака, ведь рядом Порт Южный. Объемы перевалки химической продукции вчетверо превышают производство, ведь ОПЗ – конечный пункт аммиакопровода Тольятти-Горловка, Одесса. Постоянные коррупционные скандалы буквально сотрясают завод. То вдруг окажется прибыль в офшорах, то директор в бега подастся, то вот полетели стаканы. Отдавича спецназ приходил, сопровождал следователей областной прокуратуры. Те приходили на ОПЗ с обыском, документы вынимали. Глава Одесской областной прокуратуры по совместительству замглавы ГПУ Дэвид Сакварелидзе обещает громкие разоблачения. Для нас это стратегически важный объект, потому и мы интересуемся, кто за чиновников суется туда, я извиняюсь за выражение, кто на этом наживается, толинговыми схемами, от которых отказалась даже Россия. Могли бы вы какие-то фамилии назвать? Я не могу пока, к сожалению, называть фамилии, мы очень интенсивно работаем в этом направлении и ускоряем процесс для того, чтобы мы понимаем, что ожидания очень большие, чтобы рассказать Украине, что там на самом деле происходит, что за люди там замешаны. То есть эти фамилии будут? Конечно, конечно. Какой примерный временной пример? Ну, где-то месяц, наверное. Схема обогащения на ОПЗ простая и в то же время сложная. Делать ничего особо не надо, но нужен свой директор. Именно за его кресло основная борьба. Этот директор продает продукцию предприятия офшорным компаниям, которые неизвестно на кого зарегистрированы. И продается по цене, которая является заниженной. Потом офшорная компания продает по нормальной цене нормального потребителя. Разница остается за рубежом, не Украины. И бенефициаром выступает конечным, реальным тот, кто владеет этой офшорной компанией. А это видеоролик, который Арсен Аваков планировал продемонстрировать на надсовете реформ, сорванном им же. На этих кадрах Михаил Саакашвили якобы встречается с российским миллиардером Дмитрием Мазепиным. Вот только ролик, судя по всему, фальшивка. Известная одесская журналистка Вера Запорожец убеждена в этом на 100%. Для того, чтобы его дискредитировать, появляется видео, которое неважно, с кем он встречается. То есть, если бы людям не назвали, кто это, им все равно, кто этот маленький рыжеволосый человек. Речь идет о том, что он не искренне борется с коррупцией на госпредприятиях. А то, что он эту тему поднимает для того, чтобы потом, потому что у него там есть личный интерес, чтобы туда завести российского олигарха. Я сомневаюсь, что Михаил тот человек, который будет встречаться с российскими бизнесменами, особенно которые приближенные к Путину или действующей власти России. Я думаю, что в первую очередь это для них большой риск приезжать в Одессу и разговаривать с Михаилом Саакашвили, который номер один сейчас, может быть, или в тройке самых таких ярых врагов и противников Владимира Владимировича Путина. Так что, ну, конечно, глупо его связывать. Хотя бы нашли бы европейского бизнесмена, может быть, и назвали его там желающим. Приватизировать образы и так далее. Это глупо, конечно, и нельзя на этом как-то спекулировать. А вот тот самый отель Моцарт, возле которого, вроде бы, встречались губернаторы-олигарх. Мы по поводу вот этого видео Саакашвили-Мазепин. Мы хотели бы уточнить, действительно ли БББ. Но дальше БББ. Разговор с портье не завязался. Куда общительнее оказался швейцар по имени Олег. Он привел нас в то самое место. Давайте я чуть побольше, как Саакашвили, я останусь с этой стороны. Вы вот здесь. Вы, например, Мазепин. Да, давайте я останусь здесь. Видим, как минимум, две камеры наблюдения. Одна есть, да, все-таки? А, вот, действительно, вот камера над флагом. Ага, вот еще одна камера. А вот и администратор. Хотели бы просто уточнить, останавливался ли у вас Мазепин? И, может быть, камеры вашего наружного наблюдения могли зафиксировать момент этой встречи? Ничего не могу сказать вам. Наш запрос по гранслужбу с вопросом, когда в последний раз Мазепин въезжал в Украину, так и остался без ответа. Что ж, попробуем разобраться сами. Главный вопрос, а кто же все-таки был участником этой видеозаписи? С помощью современных компьютерных программ напротив меня может появиться хоть Папа Римский. Я думаю, что часа три хватило бы для того, чтобы повторить такое видео. Мы попросили видеодизайнера проанализировать ролик. Вывод. На изображении двое реальных людей, которые действительно находились в момент записи в этом месте. Пиджаки колышутся в такт флагу и дереву. Поэтому можно сделать вывод, что эти два человека стоят именно там, во время съемки. Другое дело головы. Невооруженным глазом видно, голова Саакашвили без шеи и смотрит не на собеседника. При увеличении видно, что они говорят одновременно. У них одновременно шевелятся губы, что тоже неестественно при диалоге. Мне кажется, что у людей, которые это делали, было очень мало времени на подготовку. Однозначно туловище не Саакашвили. Он никогда не был таким полным. Я подозреваю, что справа таким Азепин, а слева это, скорее всего, Янукович с головой Саакашвили. Такого же мнения и прокурор. По моей информации, этот человек, русский бизнесмен, который изображен на этом видео, последний раз пересекал границу Украины в 2012 году. Я думаю, что голову Михаила наложили на туловище Януковича. В 2012 году, я думаю, что как раз они и встречались друг с другом. Мы проверили. В октябре 2012-го Виктор Янукович посещал Одессу. Было также ветрено и начинало падать листва. Цвет рубашки и костюма совпадают и застегнут он также на одну пуговицу. Они могли вести переговоры об ОПЗ. Вполне. И как раз в данном случае это логично выглядит, что Янукович встречается с российским олигархом. Потому что с кем еще решать крупному российскому олигарху приватизацию одного из крупнейших предприятий, самых успешных, конечно, с президентом. Желание Мазепина приобрести одесский припортовый ни для кого не секрет. Год назад в российской газете «Известия» писали о том, что Мазепин пытается зайти на ОПЗ с помощью Игоря Коломойского, у которого на Саакашвили свой зуб. Вполне такое возможно. Коломойский контролировал Ильичевский порт до недавнего времени, пока оттуда ни у Саакашвили все-таки не получилось выдавить начальника порта и не назначить нового. Коломойского там палицу не устраивало, что они вынуждены терять активы, только успели приобрести и терять их в Одесской области. Естественно, их продолжает это не устраивать. И, в общем-то, они на Одессу претендуют так же, как на Днепропетровск. Но знаменитым этот ролик сделал не Коломойский, а именно Аваков, пресс-служба которого выложила его в интернет 15 декабря. Впрочем, в сети он появился за неделю до этого, 7 декабря, на канале «Однодневки» в Ютубе. Но интересы этот ролик ни у кого не вызвал, до тех пор, пока о нем не заговорил сам министр внутренних дел, который вряд ли не мог не знать, что ролик фальшивый. Роман Бачкала, Андрей Анастасов, Василий Миновщиков, Игорь Михоношин и Ирина Дьяченко. Подробности недели телеканал «Интер». Как в стране с коррупцией бороться на этой неделе, даже на специальном форуме решали. Разговор, конечно, не очень новый, но по-прежнему актуальный, увы. Собрание оказалось невероятно пестрым. Свои рецепты предлагали и гражданские активисты, и депутаты, и команда Михаила Саакашвили в полном составе, и бывшие силовики, вот в том числе экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. После отставки он решил остаться в политике и как раз на борьбе с коррупцией. Сконцентрировался с ним прямо сейчас и поговорим. Валентин Александрович, вечер добрый. А вот не кажется ли вам, что разговоров о коррупции много, реальных дел мало? Как вы оцениваете борьбу с коррупцией в этом году? Треба сказать отверто, в плане борьбы с коррупцией результатов нет. За гратами не опинився ані з попередньо корруппованої, в край корруппованої влади, жоден из высокопосадовцев, ані з цієї влади. Тому мой висновок, что коррупция этого года победила. Единственное, что я все-таки с оптимизмом смотрю в следующий год, и уверен, что в следующий год мы должны ризко и четко сказать, что ця влада не только не спромоглася подолати коррупцию, но и власне мае пяти. Мают происходить позачерковые парламентские выборы, и цей парламент, або ті сили в парламенте, которые проголосовали и вошли в коррупционную змову, что до держбюджета на 16-й рік, мают понести за это политическую ответственность. Ті, до речі, фракції, ті сили, які знайшли мужність і зайняли решучу позицію, і не пішли на коррупційну змову. Я маю на увазі і Батьківщину, і Самопоміч, і багато молодих депутатів, які є проєвропейськими. Це люди, власне, які, я думаю, переконані в тому, що і вони розуміють, що насправді так далі продовжуватись не може. Має бути очищення, і очищення як політичним шляхом – це, безумовно, перевибори. Пане Валентине, я вас перерву. Ну, дивіться, до виборів ще далеко, але змінювати країну вже зараз треба. Ну, давайте будемо відверто про це говорити. Що треба відверто говорити? Якщо говорити про боротьбу з корупцією, вже в Лондоні нема нерухомості, яка ще може бути проданою або вільною, оскільки саме за рахунок вкрадених звідси грошей в нашому бюджеті, в наших підприємств, власне, і живе корупція. Тому це перший дуже важливий, але неприємний залишок цієї корупційної системи влади, яка існує. Друге – це офшорні схеми. Це ті рахунки, це ті офшорні кампанії, на які до цього часу продовжують викрадати гроші з України і депутати-бізнесмени, і міністри-бізнесмени, і всі, хто під прикриттям влади продовжує розкрадати державу. Ціна питання – в цьому році більше 10 мільярдів. Більше 10 мільярдів доларів викрали. Це співмірно з бюджетом всієї або фондом всієї заробітної плати базових галузей економіки України. Це величезна національна загроза. Вона неподолана. Добре, зрозуміло, с Валентином Наливайченко ми о масштабах корупції говорили. Спасибо, що присоединились. Ну і на цю ще тему. Генпрокуратура вот как раз сегодня открыла нове уголовне производство. В цитру скандала народний депутат. На сей раз Андрей Денисенко. Тот самий нардеп, ви наверняка видели эти кадры, который учинил скандал в одном із столичних судов, де рассматривалось дело Корбана. Ну, вот как все було. Когда судья зачитывал свое решение, парламентарий не выдержав і стал вести себе в привычном за последні місяці стилі. Стилі для народних избранників. Ну, дальше без комментариев. Ну, і в генпрокуратурі сейчас говорят, мол, ще один с синдромом Поросюка і вже начали расследование. Із таких, чи похожих, епизодів і состоїть весь процес по делу Корбана. Он продолжался і сегодня, і тоже не без скандалів. Ну, вот, последні новости. Процесс ще длится. Судья перевел засідання в закрытый режим і удалил прессу із зала. Ага, сейчас суде перерыв, сообщає наш корреспондент. Вот весь день он следит за процесом. Олег Решетняк с нами на связи. Олег, а у вас які новости? Да, Дмитрий, несмотря на выходной день, в днепровском суде столицы прямо-таки кипели страсти. Именно здесь решали, изменять ли меру пресечения Геннадию Корбану. 31 декабря істекає срок содержання Корбана под домашним арестом. Так вот, із інститута Амосова, де він проходит обслідовання, в суд його доставили принудительно после обеда в сопровождении медиков і спецназівців. Корбан був на інвалідній коляскі, в руках держав щось, що-то похоже на молитвенник. В суді також знаходились і нардепи. Вони просили вызвати поліцію, мол, в суді нарушався правопорядок. Просив вмешатися судебного розпорядців. І сам судді жаловався вже на действи нардепів. Ну, а самому Корбану, як і його адвокату, понадобилась допомога медиків. Рішення по змінюю меры пресечення. Ну, рішення змінюю меры пресечення пока нет. В то же время нардепи пытались вывезти Корбана із зала суда. Кричали на прокурора, звучали даже угрозы в його адрес. Заседання почти перешло в потасовку. Прямо во дворе суда, в кареті скори Корбану провели обслідовання. Подходи к зданию заблокированы правоохранителями. Пока цеплению по периметру не снимают. Ну, і самому Корбану отправитися в больницу тоже пока не удалось. Дмитрий. Ну, вот такая ситуация. Якщо вдруг буде її розвитие, будуть потасовки, выходіть з нами на связь, пожалуйста, потому що сказали, що перерів. Я вот із вашого розказу не дуже зрозумів. Це перерів до завтра, чи просто перерів до заседання. Якщо щось буде відбування, в прямому ефірі узнаємо первими. Далі, знову к темі бюджета. В парламенті ведь теж кіпили нешуточні страсти, коли приїмали ці документи і согласовували те цифри, по яким буде жити країна в цьому року. Ну, почти як на суді по Корбану. Інтересно, що дві фракції і коаліції за бюджет не голосували. Це Батьківщина і Самопоміч. Причем фракція Юлия Тимошенко не дала за бюджет ні одного голоса. Да і вообще, якщо б решення завісило тільки от одній нынешній коаліції, країна до сих пор оставалась би без бюджета. В ніч на пятницу удалось собрать тільки 193 голоса «за» от цих фракцій. А необхідні 226 голосів за бюджет добирали. Добирали в інших фракціях і групах. І радикалы помогли і група Возрождения, і внефракціонні депутати. Як все це об'яснює в самой Батьківщині і як таке голосування отразиться на будущем коаліції, давайте у самой Юлії Тимошенко і узнаємо. Вона з нами на связі. Юлія Владимировна, вечір добрий. А як ви оцінюєте весь цей бюджет? С Ігорем Кананенком ми говорили до вас. Он сказав нам, що це бюджет развития. Ви з такою оцінкою согласны? Бюджет на 2016 рік, який прийняти в останній четверг, вночі до п'ятої години ранку, може мати дуже багато характеристик. Але в першу чергу це бюджет продовження хаосу, продовження корупції, а по великому рахунку це бюджет стагнації української нації. Але це ще і бюджет створення нової провладної коаліції в парламенті, яка по факту створена під час голосування за бюджет, яка включає Народний фронт, фракцію прем'єр-міністра, включає фракцію Блока Петра Порошенка, а також велику кількість депутатів колишньої партії регіонів. Це така собі нова широка коаліція, де-факто. Тому що де-факто стара коаліція, яка передбачала демократичні цінності, правильні процедури, дотримання коаліційної угоди, вона практично була зруйнована урядом і провладними фракціями. Якщо характеризувати цей бюджет, то перш за все треба сказати, що це бюджет, який буде продовжувати, знижувати темпи економічного зростання. Тобто, по суті, буде економічна подальша руйнація держави. Тому що, при тому, не зростані валового внутрішнього продукту, покладений новий податковий тягар на малий і середній бізнес. Все, що стосується, наприклад, малих підприємств, які працювали за спрощеною системою податкування, збільшили податки, збільшили навантаження. Для всіх малих фермерських господарств, які реально тримали продовольчу безпеку країни, для них майже подвоїли фіксований податок на землю. А крім того, забрали у них податкові пільги по податку на додану вартість. Тобто, економіку продовжують далі вбивати. А якщо економіка не буде зростати, то це ж очевидно, що ми не зможемо здійснювати і соціальні платежі. І що ще показова? Це ще бюджет на майбутній рік, який практично фіксує ту корупцію, в тому числі і на основі бюджету, яка була в усі попередні роки. Це дуже прикро. Тому що, коли обкладають пенсії податками, в той час, коли забирають вже останні копійки через податки з людей, а в цей час залишати корумпований бюджет – це просто амерально. І в останні хвилини не в залі Верховної Ради дискутували про бюджет, не публічно приймали якісь рішення, які цей бюджет міняють, а в кулуарах, в тіньовому режимі. Домовилися, верніше, змовилися всі клани, що продовжує існувати тіньова система відшкодування податку на додану вартість. А це найбільша корупція в бюджеті України. Це означає, що прозору систему відшкодування ПДВ в автоматичному режимі, яку вибороли депутати Батьківщини, самопомощі, безумовно зруйнували тим, що зберігли стару систему і про це домовилися. За такий бюджет не можна було галасувати. І я дуже радію з того, що Батьківщина в повному складі не галасувала за цей бюджет. Тому що це треба було стати спільниками корупції. Що самопоміч майже в повному складі також не проголосувала за цей бюджет. І інші депутати, які сповідують все-таки моральні цінності, вони також не галасували за цей бюджет. Парламент розділився на тих, хто живе по-старому, і тих, хто готовий реально модернізовувати і міняти країну. І такий водорозділ був дуже очевидний. Ну, пані Юлія, ви кажете, парламент розділився, тим не менше, бюджет затверджений. Побудьте з нами, будь ласка, на зв'язку. Я хотів би зрителям об'ясніть, а от що скрили под красивою упаковкою смєти з тоді року? Над цим зараз ламають голови і експерти, і депутати, і ми з вами. Арифметику Кабміна по бумагам і підйолку можна увидеть отримочно. Доходи, розходи, інфляція. Ну, о чому умолчали? Вот давайте посмотрим. Дякую за перегляд! Бумаги прописали. Зарплаты учителей і врачей вирастут на розмір інфляції, т.е. на 12%. Повышение стоит ждать дважды. Первое – не раньше мая. Минимальная зарплата вырастет сначала на 72 гривны, потом еще на 100. Но люди, по сути, этого не почувствуют. По прогнозам экспертов, інфляція буде минимум вдвое більше. Кроме того, некоторые бюджетники вообще работу могут потерять. Правительство намерено закрывать больницы в селах, оставив там только фельдшеров. І школи – там, де учеников мало. Це Тернопільська область, село Витковці. Учительниця Светлана Дзюбик расстроена. В новому году вполне може потерять работу. А діти із її класа і саму можливість учиться. Школа під угрозою закрития. Хоть государство і до цього давало немного. До ближайшей школи 4 кілометра. Автобуси между селами ходять редко. Потому як діти смогуть добратися до занятий, не знає ніхто. Ми не повинні підчинятися всьому тому, що уряд нам диктує. Ми повинні розуміти, що діти, у них здоров'я зараз неналежному рівню. Ми розуміємо, що таке дитині п'ятирічні, ходити, долати вістань. Що вона має спати годину, часу ще поспати, вона мусить вставати. Тільки в Тернопільській області планирують закрити почти 200 школ. І родители, і учителя проти. Мол, по болотам і снегам вряд ли хто за знаннями добираться буде. Єкономія в бюджете не тільки на школах. Почти 5 млрд гривень планирують приберечь на пенсіонерах. Все благодаря так называемой верификації. Це проверка тех, хто выплаты получає. Пенсії привяжуть к конкретному номеру телефона. А ще, як і в прошлом году, не доплатят работаючим пенсіонерам. А тем, хто заработал повышеннюю пенсію, придется снова доказывать свое право на нее. Шахтер Владимир Николаевич сбежал із Луганска прошлым летом. Буквально в чем был, собрался за 15 минут. В Києві вместе з детьми снимає квартиру. Для Києва эта пенсія не позволяє. Сегодня выживаю. 3-400. Снимається 15% налог, потому що я нахожусь в бесплатному отпускі. Ну, значит, я чисто сработаючим. В угольной промышленности он проработал 30 лет. Но як це доказати, якщо понадобиться, не знає. Все предприятия на оккупированной территории. Справку оттуда не получить. А даже если дадуть, хто її признає? Полтора миллиарда правительство сэкономить на многодетних семьях, малообеспеченных інвалідах детства. І ще 8 мільярдів на субсидіях при оплаті коммуналки. Якщо твой доход превышає прожиточний минимум, поблажек не буде. Всех обещають проверить і заставити доказати своє право на льготу. Детки, ідіть кушати мандаринчики. Заходите скорей. Я йду! В этой многодетній семье фрукты – почти деликатес. Якщо б не благотворити, діти б їх не видели. Я вже не говорю про якісь подарки, про якісь вещах. Це все було крайне редко. Ну і, звісно, це все неприєтно, коли є праздники, особливо. Коли інші діти можуть отримувати якісь подарки. І я розумію, що ми не можемо навіть якісь маленьких подарок купити, тому що ми повинні чітко все заплатити. Там, там, там. В сім'ї Поліна і Спартака Канівських – 8 дітей. Щоби свести конці з концами, оба работають. Отец – в двох містах. На государство особо не надеються. Рады, що хоч за коммуналку платять 50%. Да і проїзд в транспорте – безплатний. Що буде після нового року, не знають. Все льготы можуть потерять. Куди ж ще йшу искати роботу, ночію роботу. Я сім'ю і так вже не віжаю. Просто я рано утром уїжджаю на роботу, на одну, вечером спешу на втору роботу. Ну, будем економити на все. В новому году – год економії. І ти доказуєшся, я не ішак, извините. Що я должен доказувати? А по мене щось не видно, допустим. 35-летний Юрий с раннього детства с букетом диагнозов. Сахарный диабет, ПТОС. Живёт на пенсию і работает кур'ером. Але денег не хватає. Солдати пати ову купить? Це якщо не мама, яка вкалується людьми підработками і так далі, то я б на мосок і ходив. Мама не вісна. Сьогодні, допустим, мало ли все може відпочити. І сам, допустим, я не продовжую. Отдати за квартиру, сходити в магазин. Хоть і інвалід, але оказалось, ні льготы не положены, ні субсидії на коммуналку. Ма, смотри, вот, видишь? Платівки, вот я заплатив, получаю, 1200 у нас висло. Це получається більше, ніж моя пенсія. При этом в бюджете не пожалели денег на зарплату депутатам. Они вырастут вдвое. Ещё почти миллиарды уйдёт на содержание Кабмина. Не пожалели денег на МВД, Минобороны. Не забыли даже о ремонте Мариинского дворца. В следующем году на него потратят почти 100 миллионов. Надежда Павла Квачкова, Елена Зорина, Марьяна Бурякова, що поріжуть соціальні гарантії, поріжуть соціальні виплати. Нам з бюджету, ну, як журналістам, зрозуміти складно. Ну, ви ж фахівець. Ви можете сказати, дійсно поріжуть соціальні гарантії, дійсно менше людям платити будуть? Ви знаєте, у мене якраз є аналітика в руках, яка говорить про те, що практично скасовані де-факто 32 соціальних законопроекта, які діяли в попередні роки. Вони стосуються самотніх мам, діточок з інвалідністю, дітей-сирід. Їх навіть всіх позбавили якоїсь підтримки держави. Наприклад, це стосується чернобильців, афганців. Це стосується навіть тих, хто сьогодні захищає країну в АТО. Яку треба мати мораль, щоб для тих, хто сьогодні б'ється за Україну на війні, щоб примусити їх фінансувати за рахунок роботодавців з тих робочих місців, з яких вони пішли на фронт. Не держава буде платити їм гроші, а будуть роботодавці платити за те, що вони воюють за державу. Я не знаю, де ця мораль і де ця совість. 32 законопроекти, які скасовані цим бюджетом. І тут багато чого. Наприклад, з дітей перших і четвертих класів зняли доплату за сніданки. Ви знаєте, як сьогодні живуть люди? Ви знаєте, що люди бідують так, що їм нема за що іноді їжу купити. І от в такій ситуації у дітей забирають останнє. Наприклад, позбавили права без конкурсу поступати на вищі учбові заклади дітей-сиріт, які талановиті, які добре закінчили загальноосвітні школи, дітей-інвалідів і так далі. Позбавили, наприклад, права проїжджати в міському транспорті безкоштовно, в тому числі інвалідів війни. Ті, хто зараз залишився без рук, без ніг, скалічені, практично зруйноване здоров'я, навіть у них забрали право безкоштовного приїзду. Забрали всі пільги з родин Небесної Сотні. Я не знаю, цей уряд перейшов всі межі моралі. Ви знаєте, що офіційна цифра інфляції, зростання цін на все, в 2015 році складає 45,5%. Це означає, що навіть офіційна статистика показала 45% інфляції. Вони в цьому році не індексували на інфляцію, не пенсії, не заробітні плати. В наступному році вони заклали всього 4,1%. При тому, що інфляція 45, де совість і де виконання Конституції України і законів України. Ми не можемо бути співучасниками цього, по суті, справи злочину. Коли гроші переписуються на корупційні схеми, а в той же час у людей забирають останні. Але що було зроблено? Знову корумпували мажоритарних депутатів. Їм ходили і по залу пропонували від 10 і більше мільйонів гривень на кожен округ депутата, який проголосує. Нашим депутатам, мажоритарникам це пропонували. Пропонували по 10 мільйонів гривень за те, що вони проголосують за бюджет. Такого корумпованого хамства замість бюджетного процесу я просто не пам'ятаю. Ну, чекайте, кажуть, що можна в цей бюджет вже у січні внести зміни. Наприклад, погодити їх з МВФ. Ось ваш прогноз. Тобто всі ці помилки в бюджеті, ці всі помилки, про які ви кажете, про які люди кажуть, їх вдасться виправити, наприклад, у першому кварталі? Ті, хто цей бюджет розробив і прийняв, вони тепер прикриваються, знаєте, такими фіговими листами і говорять, та ми тут внесемо зміни, ми тут внесемо зміни. Дорогі друзі, якщо у уряду країни і у тієї більшості корумпованої в парламенті, яка фактично склалась під час голосування за бюджет, якщо у них не було бачення, як стратегічно розвивати країну, якщо у них не було совісті цей бюджет не робити корумпованим, то які зміни до бюджету ці люди можуть внести? Я вважаю, що цей формат уряду і цей формат тієї такої явочним чином, сформованої більшості перед голосуванням цього бюджету і під час голосування, він себе вичерпав. Це люди, політики, які практично себе дискредитували і їм треба йти. Якщо не міняється соціальна політика, не міняється політика підтримки економіки України, якщо не міняється тарифна політика, якщо немає жодного елементу в цьому бюджеті підтримки підприємців, розвитку нашої держави, підтримки і фінансування ключових інфраструктурних проєктів, навіщо потрібен такий уряд, навіщо потрібен такий парламент і навіщо потрібен такий абсолютно спотворений бюджет. І крім того, вони говорять, якщо цей бюджет би не був прийнятий, то була би катастрофа, падіння курсу гривні до 100, руйнація країни, руйнація всього на світі. Це абсолютна істерія, яка прикриває нездатність цього уряду і новосформованій більшісті в парламенті практично формувати правильну політику. Я вам дякую за відверту розмову. Бюджет – главна тема цієї неділи, главна тема цих дній. Вернемся через 9 минут рекламы і знову о ньому поговоримо. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Вечер добрый, это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко, вторая часть программы «Прямой эфир». И в этом часе новости из Крыма. К большому удивлению самих крымчан на этой неделе выяснилось, что все долги украинским банкам им придется вернуть. Но теперь, правда, российским коллекторам. Далее громкое ДТП с участием машины экс-мэра столицы Александра Амельченко. Мы нашли семью погибшей женщины. И ситуация на границах Евросоюза. Подробно об этом расскажем. Хотя тема беженцев и ушла из топа новостей, но проблема-то остается. И вот наш корреспондент своими глазами видел, как сирийцы, спасаясь от войны, пытаются добраться до берегов Греции по морю. Ну а начнем все-таки с происходящего на линии фронта. Там в целом соблюдается перемирие, хотя в некоторых точках все еще продолжается стрельба. И похоже, что в таком режиме та территория, которую мы уже полтора года называем зоной АТО, и встретит Новый год. Наш корреспондент Руслан Смещук побывал в нескольких городках на линии разграничения, которые находятся буквально посредине между миром и войной, между украинской властью и той стороной. Чем заканчивается этот декабрь для тех украинцев, которые продолжают жить в этих условиях? Село Первомайское находится на линии сопряжения. Дальше безлюдные, разбитые войной пески и Донецкий аэропорт. Я бешенка из песок. Отмечать мне негде. Я на квартире здесь живу. Тот Новый год в подвале просидели в песках. В этом году вот хоть и в подвале, но и неизвестно, что оно еще будет. Прифронтовые села и поселки – земля без радости. Тут уже второй год не до праздника. Оставшиеся не живут, выживают. Новогодние елки и мандаринам тут предпочитают картошку. Я не хочу его праздновать. Так что, ну, что-то сварю, картошку, там, что я и все, в мандирах или что еще. А так никуда не собираюсь ехать и праздновать до 100%. Елочку вы не ставили, да? Нет, не за что мне ставить. И везти из Селидова нет никакого резона. Туда день не отдай назад, а елка. Что, отдай за елку, деньги, а самому нечего. Будто так уже. Поселок Спартак, пригород и подконтрольного Украине Донецка. Проблема одна – выживание в подвалах и разбитых домах. Холодно стало, подвал. Это окраина Авдеевки граничит с линией фронта. Как вы видите, дома разбиты снарядами. А уже в двух километрах отсюда начинается поселок Спартак. Это окрестности Донецка. В изрядно потрепанной войной Авдеевке все же есть место празднику. Ну, от 80 гривен маленькие, пушистые, и до 250, которые большие, пушистые, зеленые. Разные есть. Есть 180, 170, 150. Вы знаете, в этом году гораздо лучше покупают, чем вот этот самый прошлый год, хотя сказать. Хотя сейчас мы тоже и в зоне АТО, но все равно как-то народ движется, и детям покупают, внукам покупают. Лучше, лучше, лучше. Реализация, и людей побольше, и спрос больше идет. Вот, несмотря на то, что все равно как-то и военные, и постреливают чуть-чуть где-то. Авдеевка заживает. Потерявшая из-за войны работу Марина в этот раз решила обязательно устроить настоящий Новый год. Вместе с мамой-пенсионеркой купили сосну на последние деньги. О праздничном столе пока не задумывались. Новогодняя, когда украстили квартиру, а так погода не очень. Слишком хочется. Да, морозы, санки, снежки. А какой новогодний стол будет? Какие-то традиционные блюда? Эй, давайте. Поскромно. Скорее всего, новогодний стол будет рыбным у многих жителей Авдеевки. Рыба тут дешевле мяса. Ну, покупают у вас больше, меньше. Что берут? В основном рыбу. Рыбу, ну, мясо. Но мясо реже. В основном рыбу берут. Не подконтрольный Украине Донецк. Тут все в два раза дороже, чем в соседней Авдеевке. И в рублях. В отличие от окраин, в центре города война почти не ощущается. На площади Ленина уже установили новогоднюю ель. Цены такие большие, чем в России, чем в Украине. Они отличаются кардинально. Сейчас зарплаты маленькие. Жизнь у нас стала тяжелее. Поэтому отвечаем. А что надеетесь в будущем году? Надеемся на лучшую жизнь без войны. А что готовить будете на Новый год? Олюбие. Но у большинства простых людей по обе стороны фронта и празднующих, и нет одно большое желание. Хочу, чтобы кончилась война, чтобы был мир, все. Вот это самое главное. Руслан Смещук, Владлен Ноль и Антон Чиженко. Подробности недели в телеканал Интер. Эту тему продолжим дальше с Юрием Бойко. Он подъехал к нам только что в студию. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Юрий Анатольевич, ну вот по поводу Донецка и Луганска. Давайте начнем. У нас в сюжете люди по обе стороны линии разделения говорили об одном, что хотят мира. Но получается, что эту зиму Донецк и Луганск проведут без украинской власти. И вот ощущение, что формируется уже такая привычка жить отдельно. Формируются социальные и экономические связи. Как долго это еще будет? Время работает, к сожалению, против нас, против нашей страны. И чем быстрее мы внедрим Минские соглашения в части возврата территорий и людей в нашу страну, тем это будет лучше. Для людей, в первую очередь, которые там живут. Что касается сел, которые разделены, вот линии разграничения, то в рамках рабочих групп, работающих в Минске, надо договариваться, чтобы эти села были на нашей территории, поскольку это даст возможность выплачивать зарплаты, пенсии, восстанавливать инфраструктуру силами нашей страны. Года не хватило на то, чтобы Минские соглашения выполнить? Как вам кажется, следующего года хватит? Я думаю, что уже анонсировано продление Минских соглашений как единственного варианта урегулирования конфликта и возврата территорий. И я считаю, что просто должна быть более эффективная работа, в том числе и на уровне парламента. Это то, что мы говорим каждый день и каждое заседание в парламенте. Надо парламент подключать к решению этих вопросов. Ну, послушайте, когда вы говорите более эффективная работа парламента, мы все на этой неделе, все наши зрители следили за этой бюджетной эпопеей, за ночным бюджетом, который в 4 часа ночи принимался. Я знаю, что вы не голосовали, но ведь проголосовали другие, в том числе и внефракционных привлекли. То есть этот бюджет все-таки утвержден? Ну, естественно, мы не голосовали за этот бюджет. И мы сказали, что сразу публично высказали свою позицию. Невозможно голосовать за бюджет, который ухудшает жизнь людей в стране. И главная проблема этого бюджета это то, что нет соответствующей индексации зарплаты пенсии в условиях инфляции и роста цен. Дальше есть еще существенное ухудшение в этом бюджете, снижение выплат на здравоохранение и образование. И в то же время особый цинизм примерно на миллиард увеличили расходы на Министерство финансов, на оплату аппарата чиновников. На полтора миллиарда на выплату чиновникам Министерства экономики. Практически увеличили расходы на все фискальные ведомства, полицию, прокуратуру, налоговую службу. И при этом снизили расходы на здравоохранение и образование. Ну, как можно голосовать за этот бюджет? Естественно, мы были против. И мы считаем, что это бюджет, который несет вред для страны. Многим кажется, что раз уже проголосовали, это окончательный документ. Изменения сможет парламент вносить? Во всяком случае, мы будем вносить эти изменения. Мы уже видим, где есть особое нарушение прав людей. Я надеюсь, что уже прозрели некоторые депутаты, которые... Я вообще не понимаю, как они будут объяснять, мажоритарщики особенно, что они, извиняюсь за выражение, натворили, приняв такой бюджет. Поэтому я надеюсь на поддержку большого количества депутатов по восстановлению этой социальной справедливости. Как объяснить, что его в такой спешке принимали? Неужели нельзя было на субботу сдвинуться, на понедельник, вот в следующей неделе? Почему действительно до ночи это все длилось и в итоге приняли вот так? Ночью, значит, в такой спешке, без публичного обсуждения, это сознательная позиция, это стремление продавить, вот как-то там договориться, вот с кем-то там кого-то уговорить, кому-то что-то пообещать, заставить. Но на самом деле это вред для страны. А кто торговался, что выторговал, может быть? Ну, выглядело это очень неприглядно, поскольку было видно, что часть депутатов просто пошли на такого своего рода договорные отношения с властью. Самопомощь разменяла на кривой рук. Сначала, потом, скорее всего, поняли, что их втягивает вообще в историю, которую они никак не объяснят у себя на округах. И, наверное, это заставило их отказаться от голосования. Но были обещания проголосовать за бюджет с фракцией самопомощи, говоря бытовым языком, разменяв это на неочередные выборы в кривом роге. А это вообще ситуация уникальная, поскольку парламент вмешался в избирательный процесс, взял на себя абсолютно несвойственные функции для парламента, подменил все органы, там, Центральную избирательную комиссию, местные органы власти. А самое главное, что теперь любой мэр, который смотрит за этой ситуацией, он понимает, что придут к нему несколько депутатов. И если он поведет себя, отстаивая интересы громады, а не их интересы какие-то там, может быть, даже меркантильные, то они просто организуют ему такое же постановление в парламенте и такие же перевыборы. Давайте разберемся, что еще парламент успеет за вот буквально несколько дней этого года. К примеру, анонсировались перестановки в правительстве, анонсировался вопрос, под который нужно 300 голосов собрать изменения в Конституцию. Я правильно понимаю, что ничего уже не успеют до 31 декабря? На месяц парламент ушел на работу в комитеты и в округа. Но действительно будут проходить какие-то договоренности, будут проходить переговоры по формированию нового состава правительства. В случае изменения некоторых позиций, замены некоторых министров, будет попытка сделать такой некий косметический ремонт, чтобы оставить на своей должности премьер-министра, оставить ключевые фигуры для того, чтобы вот этим косметическими действиями успокоить общество. Но это не удастся, уже наболело, процесс пошел. Пошел процесс принятия областными советами и городскими советами резолюции недоверия к правительству. И это не потому, что политически кто-то хочет свести счеты. Это как раз следствие ухудшения общеэкономической ситуации, обнищания людей на абсолютно непрогнозируемые политики правительства. Вот это все, этот процесс уже пошел. И я думаю, что он в конечном счете законится сменой правительства. Причем чем быстрее, тем лучше. Тем лучше будет для страны. Будем тогда уже за всем этим следить в новом году, потому что оно вот как и депутаты, так и наша программа тоже уходит на каникулы. Ну а я, в пользу с тем, что мы находимся в эфире перед новым годом, поздравляю вас, вашу команду с новым годом, поздравляю всех телезрителей, всех жителей нашей страны с новым годом, пожелаем счастья, здоровья и пожелаю нашей стране мира и процветания. Спасибо. Спасибо большое за разговор. Продолжим. Не ездить в Крым порекомендовали украинцам сегодня в отечественной погранслужбе. Мол, на административной границе огромные пробки, самопровозглашенные власти якобы прекратили пропускать на полуостров машины с украинскими номерами. Ну вот на кордоне и проблемы возникли. Ну, вроде бы решение это не политическое, просто базы данных подвисли, и людям накануне нового года от этого не легче. Есть и еще одна проблема – долги. Кредиты, которые крымчане брали в украинских банках, после оккупации вернуть стало невозможно, просто некому было платить. Вот эти суммы и зависли, а теперь Госдума приняла закон – украинские долги с жителей Крыма соберут сами россияне. Юлия Кричкова об этом. Долгок! Дождались! Более 16 миллиардов гривен именно столько задолжали жителей Крыма. Это годовой бюджет крупного города. Около полумиллиона человек здесь имеют кредиты в украинских банках. Новость взорвала соцсети. Неужто придется платить? Да еще и с процентами. А ведь полтора года назад казалось, кому вы должны, всем прощаем. Конечно, крымчане почувствовали себя слегка обманутыми. Конечно, не хочется, да? Ну, не хочется, потому что, как бы, восприняли это за подарок, скажем так, от властей, когда все это дело произошло. Вот, нам сказали, что, то есть наш президент, да, сказал, что, ну, пользуйтесь и, как бы, забудьте об этом. Поэтому, вот, то, что сейчас, как бы, происходит, я считаю, что, ну, человек, если дает слово, то, как бы, его надо выполнять. Поэтому, я против. Есть, правда, и те, кто собирается дисциплинированно платить, но пока не знает, как это сделать. Ведь на полуострове нет ни украинских, ни крупных российских банков. Да и внятной банковской системы тоже. Я брал кредит в приватбанке. Если приватбанк будет работать на территории Крыма, я буду отдавать. Российским коллекторам я вообще не знаю, как это иностранные кредиты отдавать. Коллекторам другой страны. Больше всего крымчан напугало то, что их долги без всякого уведомления продали коллекторским компаниям. А российское телевидение, как нарочно, то и дело рассказывают, как работает система выбивания долгов. Я спросил, ну, так бы, а сколько ради? Заир Смедляев остался должен несколько тысяч гривен одному из украинских банков и отдавать их кому попало не собирается. Ждет официального уведомления. Говорит, уже сейчас понятно, какое количество мошенников и бандитов смогут воспользоваться ситуацией с крымскими кредитами. Сегодня то, что принято решение возвращать к каким-то российским организациям, я не знаю, мне банк таких полномочий не давал, мне таких указаний не давал, поэтому если я сейчас что-то какому-то российскому предприятию передам, завтра украинский банк выставит мне счет, я буду повторно компенсировать то же самое. 21 век, дураков нет. Дважды платить не буду. Долги переведут в рубли и рассчитают по состоянию на 18 марта прошлого года. Обнадеживают. Проценты и неустойки к кредиту не прибавят. Самый известный должник Крыма это спикер Госсовета Владимир Константинов. Он, кстати, первым выступил против принятия закона, назвав документ несвоевременным и неприемлемым. Оно и понятно. Сам задолжал украинским банкам более миллиарда гривен. Не должно наше хитрое журиство пропасть зря. Не должно. Не должно. Уже известно, что собирать долги с крымчан будет фонд защиты вкладчиков. Тот самый, который возвращал жителям полуострова оставшиеся в украинских банках вклады. Теперь организация намерена стать посредником в непростой схеме. Украинский банк, российский коллектор, крымский должник. Схеме, в которой пока нет внятного механизма. В последние несколько недель ДТП за ДТП. И все резонансные. Но только вспомните, произошедшее в Харькове, там пьяный водитель роскошного рейндж-ровера протаранил патрульный автомобиль с полицейскими. Они в реанимации, пострадавшая девушка больше не сможет ходить. Ну или вот столица. Шикарный Вольво сбил пешехода на зебре. Официально обвиняют водителя экс-мэра Александра Мельченко. Но правозащитники, тот же Эдуард Багиров, сомневаются, а действительно ли шофер был за рулем. Уж не сам ли политик. Иначе, почему авто, которое сбило женщину, умчалось с места ДТП на полной скорости? И лишь спустя 20 минут водитель вернулся и взял вину на себя. Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. И главный из них, а установит ли правду, не развалится ли резонансное дело в суде? Елена Механик об этом. Вот она здесь на авторынке работала. Она вот сюда и шла, вон сюда. И здесь через пешеходный переход переходила. Ну, машина, как говорили, что машина вот так ехала. Вот так. И она ее здесь, на встречной сбила. Машина сбила Татьяну в пяти минутах ходьбы от дома на столичном шоссе в селе Чапаевка на выезде из Киева. Авария произошла приблизительно в 16 часов. В такое время видимость на этом пешеходном переходе, вот как сейчас, еще не темно, но уже и не все хорошо можно разглядеть. Водители говорят, сумерки очень коварные и в этот период на дороге надо быть предельно внимательным. Пьяный был сильно. Большая скорость. Водитель, Омельченко, бывший мэр города Киева. И все, тут одна причина. Пьяный. Сбивный остановился, испугался, въехал. Через полчаса подошел своего заместителя, подставил его, чтобы он отвечал за свое преступление. Ты дуже Омельченко два раза, говорят, что он и у них, а потом водителя подставили. А слышали про аварию, которая тут? Ну, что сбила человека, убила женщину. Была в больнице, потом умерла, вроде бы так. А кто сбил? Ну, а сбил, говорят, что Омельченко. У меня поднялся тиск, я ничего не буду відповідать. Вызывайте скорую сюда. Вызывайте скорую. Анатолий Нищун, водитель столичного экс-мэра Омельченко, на скамье подсудимых впервые. И это его первое ДТП за весь многолетний стаж за рулем. Куда ехал, как сбил и почему сначала скрылся с места аварии, а потом вернулся, не объясняет. Мы приехали уже. Его адвокат тоже немногословен. Ни слова о том, кто оплачивает его услуги и как отреагировал на эту запутанную историю сам бывший мэр Александр Омельченко. Я не спілкуюсь с Александром Александровичем. Особо неразговорчивые следствия. Сказали лишь, опрашивают всех свидетелей, чтобы выяснить, так кто же все-таки был за рулем внедорожника. Сам Омельченко или его водитель. Все можливые версии, они будут переверены в ходе следствия. Дозвониться самому Омельченко не удалось. Его телефон отключен. Зараз, на жаль, отсутність въязок с вашим оппонентом. 20 метров отбросил. Травма сердца, травма легких, черепно-мазовая, кровоизлияние в мозг, перелом пятого позвонка, перелом таза, перелом руки, перелом бедра, мешок костей. Татьяна Макэтин умерла на третий день после аварии в реанимации, не приходя в себя. Ее гражданский муж Роман ведет туда, где семья жила последние полгода. В крошечной комнате везде ее вещи и игрушки пятилетней Саши, дочки Татьяны. После трагедии девочку забрала к себе бабушка. Вот, фотографии совместные. Это вы вместе где? Да. Ну, там, где мы жили раньше. О виновнике аварии Роман говорит неохотно. А с вами кто-то общается с той стороны? Нет, никто не общается. Хоть что-то предложили вам? Нет, никто ничего не предложил. В том, что у экс-мэра не лады с правилами дорожного движения, известно давно. На том же самом участке трассы в пригороде Киева, по которому Амельченко ездит домой, он насмерть сбил мужчину. И тоже на пешеходном переходе. Амельченко, это же бывший головачий киевский, то в войну организовал похороны. На 40 дней он приезжал лично сам, помех семье, помех поховать и, по-моему, ему не на памятные гроши давал. Через год Амельченко оправдали. Семья погибшего из села Воиновка под Александрией получила денежную компенсацию от бывшего градоначальника и забрала заявление. О том происшествии родня сегодня говорить не хочет. Два года назад джип Амельченко вылетел на встречную и врезался в забор возле метро Арсенальная в Киеве. И вот новая дорожная трагедия, где опять фигурирует фамилия экс-мэра. Как в этот раз сторона, виновная в смерти 31-летней Татьяны собирается разрешить ситуацию, мы попытались узнать у бывшей свекрови погибшей. Но едва завидев камеру, она уводит маленькую сироту с улицы и укрывается в доме. Водитель Амельченко Анатолий Нищун пока под домашним арестом и уже отказывается сотрудничать со следствием. Татьяну Микитин похоронили в Ивано-Франковске, где теперь живет ее малышка. Елена Механик, Елена Брынза, Наталья Неделько, Владимир Самченко. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и давайте снова вернем к тому, что происходит вот здесь и сейчас. Просто в эти минуты на наших глазах вы уже смотрели включение заседания по делу Корбана. И вот прямо сейчас ситуация там накалилась настолько, что может в любой момент перерасти в драку. Спецназовцы заблокировали здание суда вместе с прессой, адвокатами и самим Корбаном. Наш корреспондент Олег Решетняк вот сейчас на связи. Олег, что в эти минуты происходит? Дмитрий, ситуация следующая. Сейчас всех журналистов согнали в одну комнату, пытались заставить выключить камеры вокруг здания суда. Сосредоточен спецназ. Интересно даже то, что патрульную полицию не пропускает этот самый спецназ. Также вот появилась информация, что совсем скоро и вовсе здесь будет самый настоящий штурм. Ну, остается только включаться вот так вот из окна. Пока никто не видит. Понятно, спасибо. Следите за ситуацией. Ну вот, наверное, впервые мы с вами видим включение, когда корреспондент не против камеры стоит, а через решетку выглядывает. Ну, вот суд по делу Корбана уже не в первый раз связан со скандалами, в том числе и с такими. Далее, продолжим. В новом году наконец-то полноценно они в тестовом режиме заработают регистры. Открытые системы, которые позволяют узнать, на кого зарегистрированы дома, квартиры, земля, машины. А что же сами чиновники? Вот не попытаются ли они все-таки спрятать свое имущество, часто не вполне законно приобретенное? Ответ на этот вопрос мы искали в Украине, в Великобритании и в Соединенных Штатах. Кто на чем ездит, где живет и какими землями владеет? Теперь не только тайны Межигории, но и, к примеру, Кончезаспы. Даже за десятью заборами, не скроешь. Сейчас в Украине чем владеет и сосед, и даже высокий чиновник. Узнать можно вот так просто, стоя среди улицы, только бы интернет был. Вот, к примеру, реестр недвижимости. Здесь данные о квартирах и домах. Вот реестр предприятий. Здесь можно узнать, какой бизнес ведет. Вот кадастровая карта. Здесь можно найти тот или иной земельный участок. Но и вот новинка, пока что в тестовом режиме, автомобильный реестр. Земельный кадастр бесплатный, а вот за информацию о домах и квартирах придется заплатить 20 гривен. Однако стопроцентный результат система не гарантирует. Деньги может взять, а взамен выдать белый лист бумаги. Да и о нынешних толстосумах информация зачастую отсутствует. В Великобритании можно узнать данные о владельцах любого особняка всего в три клика. Кто купил, за сколько и даже план здания доступен. Вот, к примеру, Букингемский дворец. Все, что мне нужно знать, его точный адрес. Захожу на сайт правительственного земельного реестра. Здесь всего за 3 фунта за эти деньги я могу кофе попить в Лондоне или капкейк съесть. Мне предоставят информацию о владельце. Им, конечно же, оказалось ее величество королева. Рынок земли и собственности в Соединенном Королевстве настолько прозрачен, что, проходя мимо этой высоченной стены, я могу точно сказать, что за ней. В отдельном реестре уже бесплатно я могу скачать поэтажный план зданий. Посмотреть, сколько квадратных метров, сколько спален, насколько большая ванна, где расположен бассейн. Более того, на сайте доступна вся история перепланировок. Ну, в общем, вывести чиновника на чистую воду в Британии не составит труда. С реестром автомобилей в Украине еще более запутанная история. Чтобы понять, насколько крут тот или иной чиновник и какие машины у него есть, мало знать, как его зовут. Вот, к примеру, министр юстиции. Нужно выяснить, когда он родился. По министру найти эту информацию легко. Несколько секунд, и мы знаем, что он владелец вот этого внедорожника. Но, а если чиновник менее известен или речь идет о его родственниках, тогда реестр бессилен. Вот, к примеру, свою машину здесь я так и не нашла. Что уж говорить о чиновниках. Кто чем владеет, в Америке узнать легко. И если по автомобилям открытой информации нет, то с недвижимостью все просто. Хотя, конечно, и больше, чем один клик в интернете. Давайте ради интереса попробуем узнать, чем владеет и где живет всем хорошо известная Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США. Итак, сначала на специальном сайте вбиваем имя и фамилию Виктория Нуланд. И вот, пожалуйста, узнаем, что помощник госсекретаря живет в городе Маклин, это штат Вирджиния. Теперь, для того, чтобы узнать, какая у нее в собственности недвижимость, нам надо пойти на сайт, который относится либо к штату, либо к округу. Там за небольшую плату или даже бесплатно мы получим всю необходимую информацию. Но своеобразная охота за недвижимостью может быть еще увлекательнее. К навигации в смартфоне все давно привыкли, но теперь можно узнавать стоимость почти каждого дома вокруг нас. Такая ценовая карта. Виктория Нуланд, пожалуй, беспокоить не будем. Узнаем, сколько стоит случайный дом в Вашингтоне. Например, вот этот. Итак, заходим в приложение, смотрим, узнаем его стоимость и даже видим фотографии гостиной, спальни и всех прочих комнат. Все как на ладони. Поговаривают, что с открытием реестра в Украине у чиновников, мажоров, прокуроров, судей и прочих началась настоящая паника. Как спрятать то, что, так сказать, нажито непосильным трудом. Квартиры, машины, участки, да еще и коррупционный след замести. Самый простой способ спрятать имущество перепутать буквы фамилии. Призвища можно записать через И або через И. И это означает, что, скажем, у Вас по одному варианту написания призвища у Вас будет одна машина, а по другому еще две, например. Это самое можно сделать и с нерухомостью. Более изощренный переписать все на родственников, а то и вовсе отдать хоромы подставной фирме. Тот, кто привык скрываться за высокими заборами, тонированными стеклами авто, экипами бумаг, вряд ли перестанет это делать, сколько бы их не принуждали к открытости. Но мы-то с Вами привыкли делиться в соцсетях абсолютно всем и мыслями, и списком друзей, и личной информацией. Новое поколение считает это само собой разумеющимся. А значит, придя на госслужбу, перестанет бояться, что в интернете любой человек сможет найти и данные, которыми так не хотят делиться нынешние бюрократы. Елена Азорина с подробностей недели в телеканал Интер. Движемся дальше. Праздники праздниками, а мигрантские будни по расписанию. Ну, даже в Рождество оно в Европе уже наступило. Пограничникам приходилось спасать отчаянных переселенцев. Вот история из Италии, да более знакомая. Переполненная лодка чуть не разваливается. Ее пассажиров эвакуирует береговая охрана. 400 человек чудом не утонули в Средиземном море. Ну, вот уже граница Австрии и Германии. Тут тоже нескончаемый поток беженцев. Каждый день пропускной пункт пересекают 2000 человек. А до конца года немцы примут и разместят в своей стране, ну, только вдумайтесь, 1 миллион нелегалов. Десятки тысяч беженцев до сих пор стараются пробраться в Евросоюз. Многие по морю и гибнут сотнями. Как это происходит и как наживаются на смертях, видел наш спецкор Алексей Пшемыский. Город Измир. Курортная столица западного побережья Турции. Но за этот год она приобрела совсем другую славу. Именно отсюда миллионы сирийских беженцев пытаются попасть в Грецию, в Евросоюз. Чтобы увидеть, чем живет город, достаточно просто выйти на рынок. Сколько стоит эта камера? 20. 20 лир? Да. Спас жилеты, надувные камеры, водонепроницаемые чехлы для документов и теплая одежда. Все для евротуризма. А этот жилет? Где-то 35. 35? Но он кажется очень тонким. Есть оригинальное. Оригинальное. А сколько оригинальный? 100. А это подделка. Вот такой вот спасательный жилет стоит 100 лир. Это чуть более 30 долларов. Но вот чего не скажут эти торговцы, так это то, что это на самом деле китайская подделка. Эти жилеты набирают воду и идут ко дну вместе с теми, кто их носит. Переправа в 100 километрах южнее из мира. Окна, зашторенные одеялами, отцаревший хлеб, который сушат на солнце, детские рисунки углем на стенах, костры из пластиковых бутылок и картона. Этот поселок должен был стать фешенебельным курортом. Но теперь это пристанище для тысяч беженцев. До греческого берега по морю отсюда всего 8 километров. Но из-за сильного течения и волн этот маршрут называют дорогой смерти. Последние три дня здесь сильный ветер и волны, которые унесли жизни десятков человек. только за эту неделю. После этого власти усилили патрули береговой охраны. Но это никого не останавливает. Сирийцы. Услышав русскую речь, один сам подошел к нам. Хасан. Рассказывает, учился в Молдове на стоматолога. В Алеппо у него была своя клиника. Но потом пришли боевики исламского государства. Уже страна нет. Там ничего нас не задерживает. Уже все. Родственники умерли. Дома уже нет. Бизнес уже нет. Люди уже нет. А что делать? Тем временем на воду спускают лодку. Но из-за сильных волн не удается даже поставить двигатель. Отплыть сейчас верная гибель. Из-за сильного ветра лодку решили пока не отправлять. Сейчас мы идем на другой край этого полуострова. Возможно, там будет меньше ветер и менее сильные волны. На воду спускают еще одну. Больше. В центре женщины и дети вокруг мужчины. Но вместо 15 положенных человек на эту лодку посадят 40, а то и даже 60. Одному из беженцев на пальцах рассказывают, как заводить двигатель и рулить. Пять минут весь экспресс-курс капитана утлого суденышка. С новоиспеченного рулевого возьмут меньше денег. Лодка отчаливает. Несколько раз ее разворачивает на волнах. Сосенний городок. Именно здесь беженцы встречаются с перевозчиками, нелегальными контрабандистами. Нам удалось выйти на одного из них и договориться на интервью. Под покровом ночи едем по узким каменным улочкам в заброшенный пансион. Сюда не ездит полиция и не ходят местные. В это кафе беженцы приходят, чтобы заплатить им за переправу. Наш собеседник отказался показывать лицо. За перевозку нелегалов ему светит до 8 лет тюрьмы. Но этот бизнес приносит десятки тысяч долларов и евро. Группы набираем еще в Сирии. За доставку сюда берем по 2000 истерийцев. Сиранцев полторы. С их паспортами легче проехать блокпосты. Переправа стоит еще 500 долларов. Взрослые, дети все равно. Спрашиваем, где берут лодки. Бракованные с фабрик и клеем или старые у местных. Некоторые просто воруют в соседних деревнях. Но оно стоит. На лодку можно посадить до 60 человек. А сколько чтобы было безопасно? До 30 не больше. Поэтому они и тонут часто. Это бизнес. Пока они платят. Мы садим их на лодки. Что с ними дальше нас не касается. Уже ночь. Мы снова едем на берег. Несмотря на волны к выходу готовится уже другая группа афганцы. При виде журналистов перевозчики отправляют людей назад. Будем надеяться хотя бы сегодня в шторм. Они в море не выйдут. Из Измира Алексей Пшемыский Игорь Сулий Подробности недели телеканал Интер. Ну и раз уж депутаты ушли в отпуск и записать интервью с политиками мы для вас не сумеем может позволить себе небольшой перерыв и наша программа я прощаюсь до 24 января когда Подробности недели снова вернутся в эфир. Я поздравляю всех кто нас смотрит с праздниками знаете о каких бы проблемах не сообщали в новостях куда важнее что в наших семьях что с нашими близкими происходят куда важнее заботимся ли мы с вами о близких чувствуем ли что любим и что любят нас любви вам и здоровья всем близким всем семьям в новом году спасибо что весь год вы нас смотрите что доверяете будьте счастливы и до встречи в январе субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» «Симон»